Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию. В каком-то смысле перевернула и мою жизнь. Хочу, чтобы цель ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама. Бог открылся для меня как друг. Я ехал на машине, и машину тормознул парень с девчонкой. И парень попросил подвезти девушку. Я посадил девушку и спросил ее, куда ей надо ехать. Она молчала. Я посмотрел на нее. Это была молодая девчонка, лет 20, наверное. 23, может быть, самое большее. Я повторил вопрос, куда тебе отвезти надо. Она говорит, я не знаю, я не помню адрес своего дома. Я удивился. Я вышел на улицу, хотел найти этого парня, который ее посадил. Но парня уже не было. И когда я с ней разговаривал, она сказала, я обкурилась, я ничего не помню, мне ничего не надо, мне очень плохо. С большим трудом мы нашли ее дом. И когда я с ней расставался, я ей сказал, давай мы с тобой встретимся, я хотел бы с тобой поговорить. И так получилось, что на следующий день она пришла на то место, на которое мы назначили. И она рассказала мне свою историю. Она сказала, я наркоманка, у меня все плохо, я потеряла работу, я обманула родителей, у меня нет друзей, у меня все плохо. Помогите мне, пожалуйста. Вот этот такой простой вопрос, помогите мне, пожалуйста. Мы часто можем встречать от людей, которые находятся в очень крайних обстоятельствах. Порой мы стесняемся говорить и просить о помощи. Но я попал в такую ситуацию, вот когда эта девушка попросила. Я считаю себя христианином. И я знаю, что Бог может помочь. И в тот момент я помолился про себя и сказал, Господи, помоги, дай мне какие-то слова, которые бы помогли этой девушке. Она говорит, я не хочу колоться, я колюсь, и у меня все плохо. И я ей сказал, у тебя нет шансов, ты умрешь. Она говорит, как это нет шансов? Я говорю, ну ты видела наркоманов старых? Она говорит, нет, я наркоманов старых не видела. Я сказал, наркоманов старых не бывает. Ты умрешь, у тебя нет шансов, нет выхода никакого. Она говорит, я пойду в наркологический диспансер. Я договорилась уже, и на следующей неделе я собираюсь туда пойти. Меня закодируют, что-то сделают. Я сказал, что тебя сделают дурочкой, наркоманкой, но медицина этого не лечит. И как-то так я говорил убедительно, потому что действительно так. И она заплакала и сказала, что же мне делать тогда? И я сказал о том, что есть Бог. И он сильный. И он может помочь. Он хочет помочь. И, в общем-то, из этой машины, в которой ты сейчас сидишь, ты можешь выйти не наркоманкой. Через пять минут ты можешь быть не наркоманкой. Она так сильно удивилась. У нее прямо высохли слезы. Она широко открыла глаза и говорит, а как это? Я хочу. Я сказал ей, тебе нужно сделать всего две вещи. Очень простые. Первое. Тебя нужно попросить у Бога об этом. И второе, что нужно сделать, попросить об этом с верой. И все. И ты выходишь не наркоманкой. Бог тебя освобождает здесь и сейчас. Она умненькая девочка была. Она сказала, но попросить-то я его могу. А веру-то где я возьму? Это серьезный вопрос. Как можно поверить в того, которого не знаешь? И в Священном Писании есть эти слова, записанные, что вера, она отслышание Слова Божьего. И я ей сказал, тебе нужно идти, встать на этот путь. Тебе нужно узнать того, который может тебе помочь. И я ей сказал, тебе нужно сделать вот это. Тебе нужно сделать вот это. Тебе нужно оставить вот эту кампанию. Тебе нужно взять в руки Библию. Тебе нужно начать путь. Это твой единственный шанс. У нас не было много времени. И это было в другом городе, не там, где я живу. Я был в командировке. И она уцепилась за это. Она уцепилась за это. И она осталась тогда жить, потому что она не хотела жить в тот момент. И потом, когда я приезжал, мы созванивались несколько раз, еще встречались несколько раз. Она была жива. Вот этот совет мой, он помог ей в тот момент. Вот этот путь, который я ей указал, который помог многим. Я встречал людей, которые, и знаю их лично, которые 15 лет были в зависимости, в тяжелой зависимости, наркотической. И сейчас они чистые, они сейчас семейные люди. Этот совет, он помогает многим. Поэтому я не знаю, где она сейчас. Я не знаю, жива ли она. Но если она жива, может быть, я не знаю, каков ее сейчас путь. Но этот совет, он действует и сейчас, и для нее. Может быть, она увидит эту передачу и вновь вспомнит, что тогда она осталась жить. И каждый день она может оставаться жить, и она может освободиться от зависимости. Потому что совет, он не поменялся. Нужно просто попросить у Бога и попросить с верой. А веру нужно найти, нужно узнать того, кто может помочь. Поэтому сегодня, в общем-то, всем людям я хотел бы тоже посоветовать. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. Потому что многие находятся в отчаянном положении, боятся признать это отчаянное положение. И не находят выхода. Это выход. Выход, он есть. Он у Бога.